здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик за что льва николаевича толстого предали анафеме значит как вы уже наверно слышали или знаете него предали анафеме за то что он значит там наезжал на церковь так давайте зачитаю мы так привыкли к этой религиозной лжи которая окружает нас что не замечаем всего того ужаса глупости и жестокости которыми переполнено учение церкви мы не замечаем но дети замечают и души их неисправимо уродуются этим учением значит вы думаете его предали анафеме за то что он там наезжал на бога или на веру не ребята все дело то в том что как раз таки гнал он на церковников за то что они отошли от истинной веры я значит вам сейчас зачитаю его ну и книгу одну где у него вся книга состоит из цитат высказываний не интересная книга некоторые из них я вам сейчас зачитаю на довольно таки интересные ну давайте значит для начала посмотрим что же ему предъявляли поводом к серьезным выводам послужила 39 глава романа воскресенья который писатель описывая церковное богослужение заменяет малопонятные старославянские слова на обыденные названия еретические с точки зрения официальной церкви взгляды толстого были давно и хорошо известны всем кто читал его книги и публицистику но одно дело его пусть и публичные высказывания на этот счет в тесном кругу близких людей и даже статьи но подобные пассажи с описанием церковной службе в романе самого читаемого автора в мире этого льву николаевича не могли спустить так в чем же священнослужители обвиняли человека который однажды признался в частном письме жизнь у меня делает религию они религия жизнь в определении священ святейшего синода от 20 23 февраля 1901 года за номером 557 с посланием верным чадом православно греко-российской церкви говорится о том что граф не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшей и стаин святую евхаристию и надругался над самым священными предметами веры православного народа в определении синода осуждались противные христианству лжеучения и новый лжеучитель который проповедует с ревностью фанатика не не спровержение всех догматов православной церкви и самой сущности веры христианской христианской а тут вот смотрите читайте также анафема взяточникам и олигархам дело в церкви кому интересно значит кто захочет почитать вот эту статью ссылку оставляю вот в том то и дело ребята что наезжал он не только на церковников а наезжал он еще ребята на власть на государство понимаете и сейчас я вам зачитаю что именно он говорил вот такая вот книга лев николаевич толстой полное собрание сочинений том 43 на каждый день учение о жизни изложенное в изречении часть 1 государственное издательство 1929 год поехали так закон 1 января закон бога в том чтобы делать то чего он хочет от людей люди все одинаковым и потому закон бога для всех людей один и тот же закон бога не в обрядах а в делах в том чтобы делать то чего хочет от нас бог и не делать того чего он не хочет жизнь людей может быть хорошей только тогда когда люди знают закон бога и следует ему поехали дальше так в верованиях как современных так и всех прежних народов есть правила изменяющиеся но если такие которые вечны эти то вечные правила и составляют истинную религию религия не потому истина что ее проповедовали святые люди а святые люди проповедовали ее потому что она истина несмышленый ребенок плачет и кричит пока ему не дадут того что нужно его телу но как только ему дали то что нужно его телу он успокаивается и ничего больше не просит но не то со взрослыми людьми когда они полагают свою жизнь не в душе а в теле такие люди никогда не успокаиваются им всегда и еще чего-нибудь нужно привычка к роскоши явная ошибка грех прям прямо не расчет не расчет потому что что чем больше тебе для своего тела нужно тем больше тебе надо трудиться телом телом же для того чтобы лучше накормить одеть поместить свое тело ошибка это незаметно только для богатых то есть для таких людей которые тем или иным обманом сумели так устроиться чтобы другие люди должны были не на себя а на них работать так что для богатых это уже не только не расчет а прямо дурное дело лекарств лекарская наука так распространившаяся теперь есть явный признак охватившего наш мир греха телоугодничества наука это со всеми своими ухищрениями ошибками заблуждениями и обманами возникла и возросла на общем грехе телоугодничества люди говорят мы хотим жить противно закону нашей жизни для угождения телу и хотим чтобы от этого не было вредных последствий и медицина говорит это можно мы это делали делаем и сделаем от греха угождение телу другой грех лени и праздности без труда человек не может жить если бы человек не работал он бы умер от голода и всякой нужды это видит всякий и если же человек не работая не умирает и не живет подаянием а раскошествует то это значит то что он хитростью или силой отнимает у других то что они сработали кто не хочет трудиться то ты не ешь апостол павел так поехали дальше в увеселениях нет ничего дурного но не хороши такие увеселения когда для них нужны приготовления и трудятся для приготовления этих увеселений те люди которые не участвуют в них как ошибочно и грешно смотреть на питание как на удовольствие также еще более ошибочно и грешно смотреть как на удовольствие на половую похоть как только смотришь на питание как на удовольствие так от него больше лишений и страданий чем радости и для себя и для других Только тоже, точно тоже и с половой похотью Как только смотришь на это дело как на удовольствие Так вместо радости всякого рода беды А пуще всего вред для души и того и той С кем сходишься И часто погибель детей, которые рождаются от такого союза Так, поехали Гордость тем глупа, что гордый человек считает себя выше всех людей А на свете таких людей не он один, а много И каждый считает себя выше других Гордость особенно тем годка, что люди гордятся тем, чего надо бы стыдиться Своей властью над другими людьми, своим богатством Много зла делают себе люди ради своих плотских похотей Но еще больше зла делают они для того, чтобы люди хвалили их Так, жалоли с ним и не бывает богат Богатый, наверное, не жалостлив Манчжурская поговорка Люди рабочего народа часто стараются перейти в сославие людей достаточных Живущих чужим трудом Они называют это выйти в хорошие люди Когда как по-настоящему это значит уйти из хороших людей в плохие Люди ищут богатство А если бы они только знали, сколько добра теряют люди На живое богатство и живя в нем Они бы старались избавиться от богатства С таким же усердием, с каким теперь стараются добиться его Богатство никогда не дает удовлетворения Потребности незаметно возрастают с увеличением богатства Всегда так Что чем больше богатства, тем менее достает его на удовлетворение потребностей Отчего человеку хочется быть богатым? Отчего ему нужны дорогие лошади, хорошие одежды, прекрасные комнаты, Право на вход в публичные места увеселения Только от недостатка духовной жизни Дайте этому человеку внутреннюю духовную жизнь И ему ничего этого не будет нужно Тот, кто владеет земельной собственностью В большем размере того, что нужно ему для пропитания своего и своей семьи Не только участник, но и виновник той нужды тех бедствий И того развращения, от которых страдают народные массы Называют людей, кого ваше превосходительство, ваше сиятельство, ваше благородие, ваше величество Милостивый государь, батюшка Батюшка-сударь А одно только название ко всем подходит И никому не обидно Название это брат Название это тем еще хорошо, что оно напоминает нам про того отца, по которому мы все братья На обмане неравенства людей и вытекающего из него опьянения власти и подобострастие Изиждеса преимущество способность людей, соединенных в государственное устройство, совершать, не испытывая укорах совести, дела, противные ей Так Люди древности и даже средних веков верили Точно верили, что люди не равны Что настоящие люди только персы Только греки Только римляне Только французы Но ведь нам нельзя уже верить в это И те люди, которые в наше время распинаются за аристократизм и за патриотизм Не верят, не могут верить в то, что они говорят Никто, так как дети, не осуществляет в жизни истинное равенство И как преступны взрослые, нарушая в них это святое чувство Научая их тому, что есть короли, богачи, знаменитости, к которым должно относиться с уважением И есть И есть слуги, рабочие и нищие, которым должно относиться с нисхождением И кто соблазнит единого из малых сих Христианство было извращено так же, как и все другие религии С той только разницей, что именно потому, что христианство с особенной ясностью Провозгласило свое основное положение равенства всех людей Как сынов бога Нужно было особенно сильно извратить все учение Чтобы скрыть его основное положение Вот тут вот, ребята, самое мне нравится вот это высказывание Основа общественного устройства язычников было возмездие и насилие Так это и должно было быть Основа наше христианского общества, казалось бы, неизбежно должна быть любовь и отрицание насилия А между тем насилие все еще царствует От чего это? От того, что то, что проповедуется под именем учения Христа Не есть это учение Так Одно из самых вредных суеверий то, чтобы думать, что можно силой заставить людей жить доброй жизнью Нельзя одним людям улучшить жизнь других людей Каждый человек может только сам улучшить свою жизнь Еще можно понять, что люди властвующие могут верить в то Что они могут устраивать жизнь других людей И что это их устройство бывает полезно им и подвластным им Но удивительно, когда подвластные верят, что то устройство, в которое они волей-неволей поставлены И которое лишает их и произведений их труда и свободы Что такое устройство полезно и благодетельно для них То есть, видите, он конкретно гонит на государство Люди хотят свободы И для достижения ее подчиняются составленному для них насильческому устройству жизни То есть, рабству Когда закон человеческий требует того, что противно закону божескому Человек не может и не должен повиноваться Люди исполняют законы человеческие более точно, чем закон Бога А между тем, этого не должно быть уже потому Что закон божеский всегда один и тот же везде и для всех людей Законы же человеческие не только одни в одном месте А совсем другие в другом Но даже в одном государство Государствия нынче такие, а завтра совсем другие Так, поехали дальше Как только власть появилась в мире Она стала предметом всеобщих стремлений Правительство, власть, могущество, государство Все эти слова обозначают одно и то же Каждый видит в них средство возвысить себя И притеснять и угнетать себе подобных Люди всех партий постоянно обращают свои взоры к власти Как к своей единственной цели Здесь вот предоставлен оригинал ионных вот этих сборников Так, ну и напоследок, ребята, зачитаю пару вот этих вот интересных выдержек Скоро человечество минует ту ступень развития При которой необходимо государство Государство есть исторически необходимое зло Приходящая форма развития Вместе с неизбежным уничтожением государства Должно пасть все, что называется законным правом Всякая так называемая легальная регламентация народной жизни Исходящая сверху в виде законодательства Все уже чувствуют, что момент этот близок Что перемена не замедлит совершиться Что еще наш век ее увидит Бакунин Сила правительств в том Что у них в руках и сама власть И то ложное учение Которое производит и поддерживает власть Власть дает возможность распространять ложное учение Устраняя все противное ему А ложное учение делает то, что вредная для народа власть считает полезной Необходимой и благодетельной Для освобождения себя от вреда государственного устройства Есть только одно средство Неучастие в том насилии, которым держится государство Когда мудреца Сократа спросили, где он родился Он говорил, на земле Когда его спрашивали, какого он государства Он говорил, всемирного Слова эти великие Для того, чтобы человеку не пришлось ненавидеть людей И делать им зло только потому Что они живут на отмежованной от нашей части земли И признают над собой власть тех, а не других людей Всякому человеку надо помнить Что границы земельные и разные власти Это дела людские От что перед Богом мы все жители одной и той же земли И все под высшей властью не людской А закона Божьего Что такое в наше время правительство Без которых людям кажется невозможным существовать Если бы время, когда правительства были необходимы И меньше зло, чем то, которое происходило от беззащитности Против организованных соседей То теперь правительство стало Стали ненужное и гораздо большее зло Чем все то, чем они пугают свои народы Правительства могли бы быть уже Не говорю полезны, но безвредны Только в том случае Если бы они состояли из непогрешимых святых людей Как это и предполагается у китайцев Но ведь правительство по самой деятельности своей Состоящей в совершении насилия Всегда состоят из людей Самых противоположных святым Из таких дерзких, грубых и развращенных людей Всякое правительство потому А тем более правительство, которому предоставляется военная власть Есть самое вредное и опасное в мире учреждение Правительство в самом широком смысле Это не что иное, как такая организация При котором большая часть людей Находится во власти, стоящей над ними Меньшей части Эта же меньшая часть подчиняется власти Еще меньшей части А эта еще меньшей И так далее И так доходит наконец до нескольких людей И в некоторых случаях до одного человека Этот же человек посредством военного насилия Получает власть над всеми остальными Человеком же таким всегда бывает Или тот, кто хитрее, дерще, бессовестнее всех остальных Или наследник тех, которые были более дерзки и бессовестны И таким-то людям предоставляется полная власть Не только над имуществом, жизнью Но и над духовным и нравственным развитием Над воспитанием, религиозным руководством всех людей Устроят себе люди Такую страшную машину Власть Предоставляя захватывать эту власть Кому попало А все вероятия за то Что захватит ее Самый нравственно дрянной человек И рабские подчиняются тому Кто попал во власть И удивляются, что им дурно Боятся мин анархистов И не боятся этого ужасного устройства Всякую минуту, угрожающего им величайшими бедствиями Изучая те миллионы законов Которые управляют человечеством Легко заметить, что они могут быть разделены на три большие категории Защита собственности Защита власти Защита личности Изучение каждой из этих категорий Приводит к необходимому заключению О бесполезности и вредности закона Законы о собственности установлены не для того Чтобы обеспечить отдельному человеку или обществу продукт его труда Наоборот Они существуют для того Чтобы отнимать у производителя Часть его продукта И обеспечивать немногим другим ту часть Которую они отняли Или у производителей Или у целого общества Что касается законов Предназначенных для защиты правительства То мы очень хорошо знаем Что задача всех правительств Без исключения состоит в том Чтобы охранять и поддерживать силой Привилегии имущих классов Аристократии, духовенства, буржуазии Насколько же бесполезны и вредны законы О защите личности О наказании и предупреждении преступлений Карапоткин Государственное устройство Тем особенно вредно Что оно всегда обликается во внешнее величие И этим внушают уважение Ко всем совершаемым государством преступлениям Извращая этим суждения людей Суд состоит в том Что свет пришел в мир Но люди более возлюбили тьму Нежели свет Потому что дела их были злы Ибо всякий, делающий злое, ненавидит Свет и не идет к свету Чтобы не обличились дела его Потому что они злы А поступающий по правде идет к свету Дабы явно были дела его Потому что они Они о Боге соделаны Ну и наконец, ребята, самое главное Христианское откровение Было учением о равенстве людей О том, что Бог есть Отец, а люди-братья Оно ударяло в самый корень того порабощения Которое душило людей Оно разбивало цепи рабов И уничтожало ту великую неправду Которая давала возможность Кучке людей Роскошествовать Насчет труда рабочих И делало рабочих людей В черном теле Вот почему преследовалось Первое христианство И вот почему тогда стало ясно Что его нельзя уничтожить Богатые классы извратили его Так что оно перестало быть Истинным христианством И сделалось служителем этих классов Генри, Джордж Спасибо за внимание Подписывайтесь на канал Буду показывать вам Много интересных документов Ну и читайте дальше Эту интересную книгу Здесь очень много найдете Интересных вот таких высказываний До свидания